Здравствуйте! На этой неделе комиссия Роскосмоса огласила причину аварии ракеты «Протон». В нештатной ситуации виноваты датчики угловых скоростей, неправильно смонтированные в ракетном центре имени Хруничева. Вместе с тем, заместитель главы Роскосмоса Александр Лопатин заявил, что авария не должна сорвать программу пусков ракет-носителей «Протон-М». Я думаю, что где-то к сентябрю месяцу мы эту работу продолжим и сделаем все, чтобы годовой план запуска мы выполнили. Завершилась модернизация одного из крупнейших в России радиотелескопов. Долгое время здесь, в Тверской области, исследовали таинственные пульсары. Сегодня перед астрофизиками стоят не менее важные научные задачи. Этот огромный радиотелескоп местные жители в шутку называют «Радиоухом» из-за близости с селом Толстоухово. Диаметр антенны впечатляет – более 60 метров. Телескоп, как и затопленная колокольня – главной достопримечательности городка Калязин в Тверской области. В эти дни завершилась модернизация космической тарелки. Отцом этого телескопа, как и многих других подобных объектов, можно считать академика Алексея Богомолова. В этом году ему бы исполнилось 100 лет. Радиотелеметрия позволяет объективно контролировать работу каждой межпланетной автоматической станции на всех этапах полета. Дает возможность найти неисправность и зафиксировать ее. Богомолова даже недолюбливали за такую объективную непредвзятость. Есть фотография такая, где все главные конструктора сфотографированы. Богомолов там с краю. И на многих фотографиях, которые ведомствами выпускались, его просто отрезали. Там вот есть главный конструктор. А он, хотя он формально тоже был главным конструктором у Королева, его нет на этих фотографиях. Символично, что сыновья академика открыли памятную доску своему отцу в один день с началом второй жизни Калязинского радиотелескопа. Гигантское радиоухо вслушивается в дальний космос. Изучает квазары и пульсары. Но совсем скоро, вместе с космическим аппаратом «Спектр-Р» радиотелескоп начнет исследовать черные дыры и вести поиски таинственной темной материи. Это будет под руками наш собственный телескоп, с которым мы можем очень быстро получать информацию о том, что происходит. Точность телескопа уникальна. Погрешность меньше одного миллиметра. Подобный инструмент позволяет исследовать и дальние планеты Солнечной системы. Для того, чтобы передать научную информацию, нужно либо повышать мощность передающих устройств на самих космических аппаратах, что, соответственно, приводит к тому, что мы можем проводить меньше измерений, потому что это требует энергетики. Это мы, значит, можем меньше ставить научных приборов. Либо ставить вот такие средства, то есть увеличивать наземные средства, что позволит нам и ставить больше приборов, обеспечить больший поток научной информации, научных результатов, которые мы из этих миссий получим. Вскоре Калязинский радиотелескоп станет своеобразным штабом миссии «Экзомарс». Отсюда будут поддерживать связь с межпланетным зондом на его пути к Красной планете. В планах исследования Юпитера и даже гранит Солнечной системы. Два года на благо мировой науки трудится на высокой орбите радиоастрон – детище академика Николая Кардашова. Вместе с наземной сетью радиотелескопов орбитальное око радиоастрона может заглянуть в самые далекие уголки не только нашей галактики, но и Вселенной. Радиоастрон – международный проект для астрофизических исследований. Разработан в Астрокосмическом центре Физического института Академии наук. Орбитальный телескоп-интерферометр смонтирован на космическом аппарате «Спектр-Р», который построен в НПО имени Лавочкина. Два года назад выведен на орбиту Земли в настоящее время крупнейший в мире космический телескоп. Российские астрофизики готовятся к открытиям. У телескопа «Радиоастрон» новый этап исследований. Предстоит заглянуть внутрь черной дыры. Угловое разрешение у нас уже такое, которое превысило все, что делалось до сих пор на Земле. И примерно раза в 3-4 еще не хватает повысить разрешение для того, чтобы приблизиться к самой черной дыре. Теоретически черные дыры – объекты огромной массы. Их гравитация настолько сильна, что даже свет не вырывается наружу. Они ничего не излучают, а значит и рассмотреть их нельзя. Но можно увидеть их тень. Огромная-огромная область, которая ничего не излучает, но газ, находящийся вокруг нее, вместе с этими частицами электрических электронов, должен давать излучение. И вот теория предсказывает, что мы должны увидеть некое кольцо, а в середине темная область, или, может быть, не кольцо, а серпик такой вот, который показывает, что это действительно черная дыра. Черные дыры – одно из самых таинственных явлений. Они есть в центре каждой галактики. Новый сбор астрономов во время образования черных дыр. Есть предположение, они существовали до Большого взрыва, то есть до момента зарождения нашей Вселенной. Этот вопрос уже давно-давно обсуждается. Ну и предполагается, что, по-видимому, Вселенных много. Может быть, попытаться через наблюдение черных дыр обнаружить следы других Вселенных. За два года работы радиоастрон исследовал десятки массивных объектов на расстоянии миллиардов световых лет от Земли. Космический аппарат «Спектр-Р» работает в связке с наземными телескопами, установленными на разных континентах, образует так называемый интерферометр. Если говорить проще, получается единая антенна с диаметром 350 тысяч километров, вроде огромного глаза, который видит в миллионы раз лучше человеческого. Когда говорят о его высокой чувствительности, подразумевают, что в дополнение к его высокому разрешению он также сможет наблюдать далеко не только самые яркие объекты космоса, но также и более слабые. Это очень важно, потому что наблюдать более слабые означает иметь возможность изучать объекты, находящиеся намного дальше от Земли, то есть практически идти к горизонтам Вселенной. Ученые скромничают. Время для сенсаций пока не наступило. Напротив, вопросов стало только больше. На этом рисунке изображено Солнце, так как оно выглядит сейчас, в видимом диапазоне длин волн, так как мы видим его глазом, но может быть через закопченые стеклышки. Это желтый кружок, и мы видим несколько черных точек. Это пятна, пятна Солнца, которые как раз и вызывают солнечную активность и магнитные бури на Земле. Ученые-солнечники подводят итоги своих двухлетних исследований. Аналог этого прибора сейчас летает вместе со спектром. Именно удачная орбита спектра, апогей 350 тысяч километров от Земли, почти как до Луны, навела ученых на мысль установить на спутнике и этот мини-аппарат для эксперимента Плазма-Ф. Выбран был спектр, потому что орбита спектра Р, она имеет очень высокое удаление от Земли, в максимуме 360 тысяч километров, практически орбита Луны. И большую часть времени спутник спектра проводит в солнечном ветре. Ученые признаются, даже наша родная звезда под названием Солнце мало изучена. До сих пор не ясно, как образуется солнечный ветер, поток электронов и протонов. От этого зависит геомагнитная обстановка на Земле. Будет буря или нет, и с какой силой. Эксперимент Плазма-Ф позволяет досконально изучить солнечный ветер. Каждые 30 миллисекунд измеряют скорость, температуру, плотность, направление прихода потока солнечного ветра. Примерный срок жизни космического аппарата «Спектр-Р» — 5 лет. Но, как показывает практика, может проработать и больше. Возможно, сенсационных открытий, которые бы взбудоражили воображение землян, в ближайшее время и не будет. Однако для специалистов это не главное. Каждое великое открытие — кропотливый труд, который для обывателя незаметен, но важен для науки. В Испании заявили о новом виде экстремального туризма — полет в космос на воздушном шаре. Специальные капсули любителей острых ощущений поднимут на высоту 40 километров. Все путешествие займет не более 4 часов. Однако стоит заметить, что Федерация аэронавтики нижней границей космоса считает высоту в 100 километров, куда на воздушном шаре при всем желании не подняться. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин